Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия Таана на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня снова с вами я, Солодков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского православного университета, преподаватель Николопереринской и Сретенской семинарии. И мы с вами подошли к 13 главе Евангелия Таана, в которой читаем с первого стиха. Как здесь с Хазаном, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел часово перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих, находящихся в мире, и до конца возлюбил их. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуду Симонову, Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом лил воды в омывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли омывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек? Иисус отвечает ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги омыть, потому чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все чисты. «Когда же омыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я то и есть. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал я вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету. Теперь говорю вам, прежде нежели это сбылось, чтобы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня. Вот такая история описывается с 1 стиха по 20 стих. Мы видим, что Иисус Христос собирается своими учениками перед праздником Пасхи. И Иисус говорит, что пришел час его перейти от мира, этого к Отцу. Итак, здесь интереснейшие слова, где Христос говорит, что Он возлюбил их, то есть учеников, возлюбил своих, и, как сказано, возлюбил их до конца. Что означают эти слова, возлюбил их до конца? Мы знаем, что Господь любит весь мир. Но здесь говорится о том, что Господь, несмотря на то, что любит весь мир и хочет всем людям спастись, тем не менее своих детей, которые возлюбили Его, Он любит совершеннейшей любовью. Далее мы с вами видим, что сказано о том, что во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову, чтобы предать Господа, означает следующее, что Иуда Искариотский так приготовил свое сердце для того, чтобы предать Христа, то в этом была уже его воля, и поэтому так и сказано, что он вложил в сердце его. Не без воли Господь вкладывает в сердце человека, если он подготавливает свое сердце либо к добру, либо к козлу. Как сказано, Бог нас без нас не спасает. Можно сказать, также Бог нас без нашего желания не желает нашей погибели. И далее мы видим с вами, что Иисус встает с вечера, снимает верхнюю одежду, берет полотенце, припоясывался, налил воды в умывальнице и начал умывать ноги ученикам. И здесь Петр ему апостол, один из двенадцати, прикослует и говорит, Господи, как ты будешь умывать нам ноги, это мы должны тебе служить, а не ты нам. На что Христос им говорит, я пришел, чтобы послужить этому миру и вам. И тем самым, как сказано, он дает пример ученикам и говорит, что и вы также должны умывать ноги друг другу. Мы знаем, что в тайной вечере перед Пасхой патриарх действительно в алтаре собирает епископов и омывает им ноги. В ознаменовании того, что было тогда между учениками и Христом. Некоторые люди, сектанты, они это делают друг другу, омывают ноги друг другу, но это не совсем правильно. Нужно внимательно читать Священное Писание. В Священном Писании сказано, что Христос сам умыл ноги своим ученикам, то есть тех, которых избрал, но он не повелевает это делать всем вообще. На самом деле, здесь Христос проявляет такой акт смирения и говорит, что я пришел не чтобы мне служили, а чтобы самому послужить вам. Далее здесь сказано, едущий со мною поднял на меня пету свою. То есть дословно мы можем представить, когда Иисус преподает Иуде хлеб на Тайной Вечере, то он говорит эти страшные слова, что едущий со мной хлеб поднял на меня пету. То есть это тот человек, который хочет что-то растоптать, что-то лежащее. То есть подняв свою ногу для того, чтобы растоптать, как что-то такое мерзкое. И поэтому сказано и о Иуде, что он уже, как мы почитали ранее, что в его сердце уже вошло это зло, и он решил предать Христа, потому что больше возлюбил мзду, больше возлюбил благо века сего. И так как он был вор, он уже настолько, как я и говорил ранее, приготовил свое сердце к предательству Христа, что уже ничего его не могло остановить. То есть можно сказать, что он стал одержим сатаной. Далее мы с вами читаем следующие слова. Здесь говорится о предсказании предательства Иуды. Многие параллельные места в Священном Писании, в четверть Евангелия мы встречаем на эту тему. Например, в Евангелии от Матфея, 26 глава, 21-22 стих, в Евангелии от Марка, 14 глава, 18-19 стих. И здесь говорится следующее в 21 стихе. «Сказав это, Иисус взволновался духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озраясь друг на друга, не удомевали, о ком он говорит. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Это ученик, апостол и евангелист Иоанн Богослов, говорит здесь именно о себе. Потому что именно он возлежал и всегда был рядом с Иисусом Христом. И как мы в дальнейшем увидим в исследовании Священного Писания Евангелия от Иоанна, никогда он о себе не говорит напрямую. Как говорит намеками, что он присутствовал всегда возле Христа. Это обычное такое правило, когда люди не выпячивают свое имя вперед, но всегда о себе говорят как бы косвенно, для того, чтобы не выделить свое такое некое я, некий такой эгоизм. Вот я тоже был там, вот я тоже был вместе с ним. Из этого, из дальнейшего текста, это видно, что здесь говорится о Иоанне Богослове, о авторе Священного Евангелия от Иоанна, как мы читаем в 21 стихе. «Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, что спросил, кто это, о котором он говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я обмакиваю кусок хлеба, обмакну кусок хлеба и подам. Обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. И после этого куска, как мы видели и уже до этого, здесь эта мысль утверждается, после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее». Это не значит, что Христос его подгонял, просто он уже видел, что настолько Иуда сжился со грехом, что уже искоренение греха не желало его искоренять. И поэтому ему Христос, как бы говорит, немедленно. Разве ты уже решил, то это уже тот выбор, который ты сделал, предательство меня. И далее говорится в 28 стихе, «Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему». И тогда у Иуда был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь. Здесь интересное окончание всего этого события, которое описывается с 21 по 30 стих, что когда Иуда вышел, то была ночь. Действительно, все дела, тьмы совершаются в темное время суток. И Иуда, как бы выходя от Христа, он, некоторые отцы Александрийской алегалической школы, говорят о том, что он как бы соединился со тьмой из века и мира сего. То есть совершил такие, как есть такая даже русская пословица, то есть темные дела, люди творят черные дела, всегда говорят о каком-то предательстве, о выгоде, о своем таком корыстном поступке, который совершает человек не ради других, а ради только себя и какой-то своей такой вот злобной и такой темной выгоды. Далее мы читаем с вами, Христос возвещает о своем отшествии в 31 стихе. Он вышел, Иисус сказал, ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославят его. Дети, недолго еще быть мне с вами, будете искать меня. И как я сказал иудеям, куда я иду, вы не можете идти, так и вам, говорю теперь, заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Такие слова звучат с 31 по 34 стих. Они действительно многим нам с вами известны. Долюбите друг друга. Мы знаем, эти слова часто начертываются и на иконах. Часто люди, когда желают на, например, каких-то праздниках какого-либо добра и благополучия, в христианском смысле этого слова, друг другу, они всегда произносят эту главную заповедь, которой Христос говорит, что она новая. Но на самом деле заповедь-то, в общем-то, не новая. В книге «Второзаконие», например, мы встречаем, где Христос говорит, что главное – это любовь к Богу, любовь к ближнему. Заповедь, которую он, в общем, цитирует в Священном Писании, когда фарисеи у него спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе, то как раз из Торы, из Пятикнижи Моисеева, Христос и говорит, «Самая главная заповедь – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и ближнего твоего, как самого себя». В чем же новизна здесь заповеди этой, о которой говорит Христос, «Я даю вам новую заповедь»? Новизна в том, что Христос указывает на себя так, как я возлюбил вас. Никто так не любил в Ветхом Завете, и не был явлен еще образ такой жертвенной любви, которую Христос явит на Голговском Христе. Поэтому он здесь и подчеркивает, любите друг друга так, как я возлюбил вас. То есть наивысшим проявлением любви человека по отношению к Богу, по отношению к человеку является любовь жертвенная. Любовь, как об этом Христос говорит, что кто любит душу свою и кто хочет сберечь душу свою вроде всем прелюбодейным, тот погубит ее, а кто потеряет душу ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Что это означает? В православной антропологии учение о человеке душа трехсоставна. Это ум, чувство и воля. Поэтому кто душу свою будет сберегать в веке всем прелюбодейным, то есть ум свой направлять на дела века сего, душу, чувства свои, сердце свое прилеплять к страстям и похотям века сего, волю свою направлять, то есть действия по стихиям мира сего, тот погубит ее, потому что все временное со временем погибнет. А кто душу свою погубит ради меня и Евангелия, как говорит Христос, тот сбережет ее. Действительно, кто погубит, кто умертвит себе все эти страсти в своем мышлении, в своих чувствах и в своих действиях ради Христа и сочетается со Христом, соединиться с ним в тех таинствах, которые есть в церкви, тот обретет ее. Действительно, все временно погибнет, а соединившись со Христом, как говорит Христос, в дальнейшем, где я, там будете и вы. И далее мы читаем с вами 36 стиха по 38. Восьмой. Христос здесь предсказывает отречение Петра. Так и сказано. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, Куда я иду? Ты не можешь теперь за мной идти, но после пойдешь за мной. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Вот эти слова. Иисус отвечает ему, Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. И действительно мы знаем, что эти слова, как и заканчивается эта глава с 38 стихом, они буквально исполнились, когда Петр, апостол, будучи обличаем у костра, когда вели Христа на распятие, он трижды отрекся, и мы помним эти события, как сказано в Евангелии от Матфея, и пропел петух, и, как сказано о апостоле Петре, он вышел и горько плакал. Там такой интересный есть образ покаяния, апостол Петр выходит и горько плачет, но тут же сразу в Евангелии от Матфея, там говорится более подробно, эти события описываются, что Иуда, сказано, пошел, бросил серебряньки, и даже сказано, что он покаялся и сказал, согрешил я против души невинной. А фарисеи сказали, что нам до того, и серебряньки, как мы знаем, они эти взяли, купили на нем дом горшечника для пригребения странников. Поэтому здесь интересно, их такие два есть образа покаяния, вроде бы Петр отрекся, но не сказано о том, что он покаялся. А Иуда сказано даже, что он покаялся. Но почему Господь одно покаяние принимает, а другое нет? Дело в том, что Иуда покаялся, покаяние бывает разным. Он покаялся в том, что ему не удалась его сделка. Он увидел, что он не хотел, чтобы, в общем-то, Иисуса убивали, он хотел просто поиграться так немного в эти, скажем, если современным языком говорить, такие финансовые махинации. Ну, может быть, это как-то сойдет с рук. Потом он видит, что, в общем-то, на этом заработать особо не удалось, потому что 30 сревних это небольшие деньги. Он как бы не кается, а сожалеет о своем поступке. То есть покаяние, это всегда состояние, желание отвращения от своего греха, желание прилепиться к Богу, желание быть с Ним. Но Иуда не проявил этой веры во Христа. У него не было веры любви ко Христу. Поэтому, когда он бросает эти 30 серебряников, он просто хочет избавиться, как бы, скажем так, он хочет замести следы своего преступления. Но истинного покаяния у Бога нет. Он надеется только на деньги и надеется на себя. Поэтому, как итог, как сказано о том, что он взял веревку, пошел и повесился. А Петр же, как о нем сказано, он вышел и горько плакал. То есть покаяние Петра, оно принимается. Потому, он плачет о том, что в своей горячности, где-то тоже самонадеянности, где он перепутал веру с таким, путает веру с некой такой самоуверенностью, надежду, самонадеянностью, а любовь таким самолюбием, когда отвечает о том, как мы прочитали, Господи, я пойду и за Тебя и душу положу. Но Господь видел, что невозможно это пока для Петра, потому, что он еще не просвещен Духом Святым Днем Пятидесятницы, пока он еще надеется больше на себя, пока нет еще воскресения, нет еще силы, той духовной силы, которую апостолы примут только тогда, когда на них сойдет Дух Святой. И поэтому Господь, видя его такой вот самоуверенность, он обличает его, говорит, ты положь душу мою за меня, да ты отречешься от меня, пока еще трижды не пропоет петух. И как мы увидим в дальнейшем, в 14 главе, которую будем рассматривать в следующем, в следующий раз, то мы увидим, что там разговор, Христос разговаривает со своими учениками, он продолжается, там будет и апостол Фома, там будет и апостол Филипп, там опять же и апостол Петр будут говорить со Христом. Христосом будет открывать тайны Царствия Божия, но они в большей степени будут хотеть, чтобы Христос явил себя как властелин мира, как какой-то самый самосовершенный президент, самосовершенный правитель и устроил Царствие Божие здесь на земле. Такое их было представление до просвещения Духом Святым, пока они еще не приняли благодать Святого Духа. Такое представление у современных людей и современное человечество на протяжении всей истории и сегодняшние люди ищут какого-то совершенного правления, совершенного царства, совершенного земного благополучия, которого, в общем-то, достичь невозможно. Здесь, на земле, в полном смысле этого слова, полное всеобщее счастье, то, что обещают многие люди, там, равенство, братство и счастье, полное благополучие, это возможно только в Царстве Божьем. Поэтому только человек, просвещенный, православный христианин, миропомазанный, просвещенный Духом Святым, постепенно возрастая в Церкви, в Таинствах Божьих, начинает это понимать и прилипать в свою душу больше к Богу, надеяться больше на Него, нежели на какие-то временные блага, временные обещания той или иной партии или той или иной политической системы. Поэтому, для этого Бог нам, чтобы не отречься от Христа, находить, уже будучи просвещенным Духом Святым, будучи крещенными людьми, находить утешение и правду у Христа, как мы увидим в 14 главе, он скажет, что ясен путь истины и жизнь, а в Нагорной проповеди он так и говорит, блаженны, алчащи и жаждущи правды, ибо они насытятся.